Он говорит в фильме, он говорит, ааа, почему уши? Это было реально? Да, это было реально. Запах женщины Аль Пачино наиболее известен по трилогии «Крестный отец» и «Лицо со шрамом», но роль слепого подполковника Фрэнка Слейда в фильме 1992 года «Запах женщины» принесла ему первый и единственный Оскар. Легендарный актер старался оставаться в образе, не позволяя глазам фокусироваться на других объектах. Во второй половине фильма Пачино настолько вжился в роль слабовидящего, что случайно споткнулся о мусорный бак и упал на улицы Нью-Йорка. И хотя коллега по фильму Крисо Доннелл поспешил поднять Пачино, парочка не вышла из образа. Эта сцена стала отличной демонстрацией преданности актера роли. Номер 9. Массовка сорвала спринт Шофилда. 1917. Гениальность военной эпопеи Сэма Мендеса заключается в том, что в ней органично сшиты длинные дубли, создающие впечатление, что камеры снимают все в реальном времени. В кульминационной сцене младший капрал Скофилд должен бежать по траншеи во время боя, чтобы передать сообщение, которое может спасти тысячи жизней. «Что ты делаешь, Скофилд? Нет, 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 нет!» Номер 8. Шер не может произнести слово «Гаитяне». Бестолковые. Несмотря на то, что Шер могла быть материалисткой и немного заносчивой, она также умела рассмешить нас. Одна из самых смешных ее сцен была записана не вполне по сценарию. Во время дебатов по вопросу иммиграционной политики Шер произнесла слово «Гаитяне» как «Гатитяне». Как выяснилось, такое произношение не было запланировано. Алисия Сильверстоун приняла это спорное решение самостоятельно. Вместо того, чтобы переснимать сцену, режиссер Эми Хакерлинг решила, что такой оборот речи Шер очень подходит характеру подростка. Использование неуверенного произношения Алисии Сильверстоун в этой забавной сцене было, безусловно, правильным решением. Номер 7 Знаковый пляжный кадр Дэниела Крейга «Казино Рояль» Хотя некоторые поклонники скептически относились к тому, что Крейг сможет передать знойную сторону личности 007, все изменилось после одной случайной сцены на пляже. В культовом моменте фильма «Казино Рояль» Бонд выходит из воды в голубых плавках. Точеная фигура Крейга и его пофигистическое выражение во время мокрой прогулки быстро превратила его в мирового сердцееда. В интервью Крейг утверждал, что он вообще не должен был выходить из воды. Но ударившись о песчаную насыпь, он был вынужден встать и идти к берегу. Мы готовы поспорить, что многие фанатки были рады, что Крейг решил пройтись, а не доплыть. Номер 6 Крисси Уоткинс действительно кричала Челюсти Гигантская белая акула терзала как жителей острова Эмити, так и зрителей по всему миру. В незабываемой вступительной сцене на плавчиху по имени Крисси Уоткинс нападает акула и наносит ей смертельное ранение. Когда ее стали затаскивать под воду, ее душераздирающий крик был настолько громким, что многие подумали, ей действительно больно от этого трюка. Но, к счастью, она была в полном порядке. Как выяснилось, актриса Сьюзан Баклини не знала, когда именно ее героиня Кристина окажется под водой. Неожиданность заставила ее закричать так, что многие кинозрители стали бояться ходить на пляж. Номер 5 Вигга Мортенсен ломает пальцы Властелин колец, две башни Пытаться имитировать боль в кино может быть сложно, но если страдания реальны, игра может подняться на новый уровень. Когда Арагорн в исполнении Вигга Мортенсена подъезжает горящей кучей орков, он считает, что его друзья погибли в битве. Режиссер Питер Джексон велел Мортенсену пнуть один из шлемов в сторону камеры в знак душевной боли. Пронзительный, мучительный крик, который мы слышим во время этой сцены не был игрой. Это был самый настоящий крик боли, потому что Мортенсен сломал два пальца на ноге во время последнего удара. Жаль, что актеру было так больно, но его мучения возвысили его игру и привели к одной из самых захватывающих сцен трилогии. Номер четыре. Тайлер действительно получил по лицу. Бойцовский клуб. Если в названии фильма есть слово бой, то можно ожидать, что на протяжении 139-минутного хронометража будет много потасовок. И хотя большинство из них были постановочными, самый запоминающийся удар, который мы увидели на экране, был настоящим. Первый удар, который Эдвард Нортон наносит в первой драке своего героя, попадает в ухо Брэда Питта. Мы морщимся и смеемся, наблюдая за тем, как актер справляется с болезненным ударом. Хотя Нортон сказал, что Дэвид Финчер велел ему нанести настоящий удар, Питт даже не подозревал, что все будет взаправду. Этот импровизированный хук стал отличным характерным эпизодом, задавшим тон насилию и комедии, которые зрители увидят в фильме. Номер три. Сцена опознания должна была быть серьезной. Подозрительные лица. Дэвид Финчер. Этот триллер 1995 года наиболее известен благодаря двум вещам – неожиданной концовке и сцене опознания. В фильме пять человек оказываются на полицейском опознании после того, как их ложно обвинили в угоне грузовика. Изначально предполагалось, что они на полном серьезе будут читать что-то для полицейских. Но актерам было трудно сохранять серьезное выражение лица, так как Бенисио Дель Торо постоянно пускал газы во время дублей. Позднее сценарист Кристофер Макуорри похвалил актера за этот эпизод, признавшись, что в первоначальном сценарии этого не было. Он посчитал, что смех группы во время якобы серьезного события помогает создать чувство товарищества между главными героями. Кроме того, это превратило то, что могло быть стандартной репликой, в незабываемую сцену. Номер два. Безрассудный водитель порождает культовую сцену. Полуночный ковбой. Хотя фильм «Полуночный ковбой» хорошо известен сегодня, он имел низкий производственный бюджет. Съемочная группа даже не могла позволить себе массовку при съемках на оживленной Нью-Йоркской авеню. Настроив камеру издалека, актеры Дастин Хоффман и Джон Войт стали подходить к пешеходному переходу. Не зная об этом, такси проехало на запрещающий сигнал светофора и чуть не сбило Хоффмана, который инстинктивно крикнул. Этот дубль был настолько хорош, что режиссер Джон Шлезингер вставил его прямо в фильм. Невозможно сосчитать, сколько других фильмов и телепередач подражали этой импровизированной реплике и ссылались на нее. Если бы не действие одного шустрого таксиста, мы бы так и не увидели один из лучших диалогов в кино. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Ди Каприо повредил руку во время съемок. Джанго освобожденный. Трудно было поверить, что обычно обаятельный Леонардо Ди Каприо способен сыграть жестокого и злобного Кельвина Кэнди. Он так старался изобразить этого злого и морально несостоятельного человека, что фактически истекал кровью ради этой роли. Во время жаркой сцены ужина Ди Каприо порезал руку о стекло, когда силой ударил по столу. Вместо того, чтобы остановиться и обработать рану, Лео продолжил свой рассказ, не переставая играть. Кровавая тирада была настолько страшной и достоверной, что Тарантино оставил ее в окончательном варианте. И хотя в сцене взаимодействия с коллегой он обмазывает ее уже искусственной кровью, его первоначальное решение позволило почувствовать реальность каждого момента этой напряженной сцены. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.